И самое интересное, самое важное, что меня больше всего интересовало, и всех, мне кажется, интересует, как же ехать без сцепления? 20 моточасов на Старварге, реальный опыт эксплуатации, проехал порядка 160-170 километров, и мне есть, что вам рассказать. За это время я его топил. Я на нем летал. Я его кидал. Я его толкал. В общем, я делал все для того, чтобы вам сейчас снять этот обзор и рассказать вам о том, как действительно едет этот мотоцикл. Расскажу вам, для кого этот мотоцикл, как он едет в Харди, как он едет в кроссовой секции, и что там у него в кросс-кантре. Расскажу, что в нем сломалось. Расскажу вам, сколько он живет, сколько прет. Может ли он проехать гонку 100% эндуро, ну, к примеру. Ну, а главное, сколько он проезжает на одной батарейке, вот эти все стандартные вопросы новичков, которые только погружаются в электротему. Короче, парни, вы на канале Всевендоро. Старварг 20 моточасов. Реальный опыт эксплуатации. Поехали. Сразу хочу отметить, это, пожалуй, самый технологичный мотоцикл, который сейчас есть на рынке. Это не игрушка, как другие, например, электрички. На этом мотоцикле ты не будешь себя чувствовать себя ущербным, странным или каким-нибудь задротом с мегабайтами в рюкзаке. Мотик с бешеным гоночным характером, который может и там, и там. Но давайте не будем забегать вперед и начнем по порядку. Всем привет. Один из часто задаваемых мне вопросов, стоит ли ставить Дель Соджио на ваши мотоциклы или нет. Ребят, я вам скажу лишь свое мнение по этому вопросу. Я считаю, это хороший способ улучшить свою стандартную подвеску на КТМ Husqvarna Gas Gas. Значит, из опыта и из практики моей установки этих комплектов, ну, 95% все клиенты оставались довольны. Были у меня несколько человек, которые снимали эти комплекты, но они их снимали лишь по той причине, что переходили на VP Pro. Также я слышал, что были случаи, когда люди оставались недовольны Дель Соджио, но, как потом выяснялось, это было огрехи неправильной установки. Поэтому важно не только купить этот комплект, важно правильно его установить в вашу подвеску и привести ее в порядок, в том числе, чтобы направляющие, правильное масло и другие комплектующие обеспечивали хорошую и правильную работу. Если вам необходима помощь в подборе комплектующих Дель Соджио установки, обращайтесь. Мой телефон вы знаете. Для тех, кто не знает, он указан внизу под этим видео. В общем-то, мы все новогодние праздники с Павлухой провели в Геленджике. Да, отмечали там Новый год, ну а главное, гоняли по всем трекам Геленджика. Павлуха гонял на своем новом TBI, а я, собственно, рассекал на Star Wars. За это время я ни разу не высадил свой мотоцикл до конца. Каждый раз я приезжал с ощущением, что у меня села батарейка. А у него оставалось где-то там порядка... Короче, самое минимальное, что я видел, это 10%. И расписание у меня лично было такое. 30 декабря традиционно мы с Павлухой погнали тренироваться на ручей, где 5 января должна быть, кстати, гонка. Я сразу поставил себе задачу на эти дни. Прикататься к мотоциклу. Понять, где у него хорошо, где не очень. Как он едет в разных условиях. Найти его преимущества и недостатки. Не было задачи устраивать аттракционы с горками-неберучками или стенками по 3 метра. Хотелось прочувствовать мотоцикл. Какой он. Потому что так получилось, что за все это время, в основном, я участвовал в каких-то аттракционах. И с мотиком не пожил. 1 января мы собрали народ и отправились по классике Геленджика на Рио. На Рио задача была очень простая. Посмотреть, насколько хватает батарейки. Ведь на Рио, например, бета-экстренер на баке не доезжает. Нужно брать с собой бензин. Ну, а еще хотелось попробовать его в разных условиях. И скоростные секции, и технические всякие моменты. Как с ним потусоваться. Как будут реагировать пацаны. Да и вообще пожить. Туда мы добирались. По щелям. Там, а назад я пытался высадить аккумулятор. Гнал по дороге 70-90 км в час. Чтобы понять, когда эта зараза все-таки сядет до конца. 4 января мы гоняли тренировку по кросс-кантри. Как только я попал на кросс-кантрийный трек, я сразу все понял. Это настоящая стихия этого мотоцикла. Тут он, конечно, раскрывается по полной программе. Настолько он хорош в кросс-кантри, что порой ты сам не ожидаешь, как оказываешься на кросс-кантрийном треке. Ну, а 5 января, собственно, я гонял гонку. Но, честно говоря, гонкой это довольно сложно назвать. Скорее, аттракцион, кто дальше заедет. В целом, что важно. Идея такая. Ручей всего 1,6 км. Кто дальше, тот и победил. Если бы вы знали, сколько мотиков там утонуло. И сколько людей искупалось. Гонка, конечно, впечатляла своей бескомпромиссностью и жестокостью. За что организаторам низкий поклон и большое спасибо. Когда владелец компании Stark увидел мое видео в инсте, то прокомментировал это типа «Интересно, как выдержал это наш мотик?» Неплохой тест на защиту от воды. Спортсмены, тот бесценный опыт, который я получил за эти дни, гоняя на мотике, не жалея, собственно, ни себя, ни мотоцикла, каждый раз заставлял меня, приезжая в отель, улыбаться. Я также хочу отметить, что ожидаю от вас несогласия с некоторыми вещами, которые я сейчас вам буду рассказывать. Например, про сцепление, коробку или искусственный интеллект на ручке газа. Вообще, этот мотоцикл переворачивает ваше сознание все, что вы знали про электрическую тему или вообще про эндуро. Ну, можете так немножко в сторону отодвинуть и забыть. Как будто бы он убирает все ненужное и оставляет только кайф от управления. Он упрощает управление и концентрирует ваше внимание только на удовольствии. Все это время я гонял на 42 лошадях с рекуперацией в 70%. Еще иногда использовал карту на 32 лошади в каких-то суперсложных участках. Кстати, вот ставить больше лошадей абсолютно точно не вижу смысла. Как только ты ставишь больше 50 лошадей, мотик становится очень навязчивым и им очень сложно управлять. Вероятно, на кроссовой трассе это будет то, что надо. А вот для эндуро, мне кажется, это через чок. Теперь про сцепление. Очень многие из вас не понимают, как можно использовать мотоцикл без сцепления. Я, честно говоря, тоже очень на эту тему переживал. Но за 20 часов у меня ни разу не возникло желание дернуть сцеплением на мотоцикле. Я испытывал мод в разных условиях. Почему? Я разобрался. Объясняю. Появилось свободное время, собрался погонять в Геленджике. Хочешь взять с собой семью, детей, жену для того, чтобы, так сказать, вместе отдохнуть. Но не понимаешь, чем они там будут заниматься, пока ты ездишь и гоняешь на мотоцикле. Да и сам, собственно, не очень представляешь, с кем и где кататься, где хранить технику и с кем двигаться. Решение есть. Квадра 93. У парней самая большая эндуро-база. Тренера, хранение, обслуживание, гиды, треки, прокат. Почти абсолютно любого мотоцикла. И, кстати, свой, между прочим, эндуро-стадион. Раздевалки, мойки, стирки, комфортный душ, кофе, кальяны. Офигенный отель с потрясающими завтраками, обедами, ужином. Ну а пока ты будешь накачивать свой скилл на мотоциклах, семья погоняет на квадроциклах, на лошадях, на яхте. Квадра 93. Отель, сервис, база, созданная эндуристами для эндуристов. По промо-коду всем эндуро ты получишь скидку на первое проживание. Давай, вот здесь в описании вся эта информация есть. Квадра 93. Эти парни сделали не просто ручку газа, контроллер, батарейки и колеса, а наполнили это все интеллектом. Мотик создавали мотоциклисты, используя последние технологии. Удивительно, но ручка газа имеет всегда разную модуляцию. Мотик знает, в каком положении он сейчас находится. Например, если ты стоишь на горе, то у тебя ручка газа становится очень длинной. Это сделано специально для того, чтобы вот в этой ситуации ты легко мог переставить мотик, и у тебя был вот этот люфт и запас. Если ты стоишь на старте и резко открываешь газ, то идет полная симуляция, что ты бросил сцепление. Если ты стоишь на подъеме и очень медленно открываешь газ, то у тебя опять длинная ручка, и в этот момент у тебя еще очень-очень медленно крутится колесо. Короче, эти парни из Швеции наполнили эту ручку газа каким-то, блин, искусственным интеллектом. Когда я это осознал и понял, я начал с ней экспериментировать. Я начал искать алгоритмы, потому что как-то в один прекрасный момент я задумался, блин, почему я перестал искать это сцепление? Почему вдруг оно перестало быть ненужным? Почему, когда я еду в затяжной длинный подъем, мне достаточно просто приоткрывать ручку газа, и мне этого хватает, чтобы колесо не проворачивалось? Как они сделали так? Как будто бы этот мотик подключается к моей голове по какому-то блютузу. Но на самом деле все оказалось проще. Все зависит от резкости открытия газа и от положения в пространстве мотоцикла. Там есть свои алгоритмы, и они реально рабочие. И когда ты, вроде бы, достаточно простые алгоритмы вот так вот реализованы, и ты начинаешь ездить и пользоваться мотоциклом, ты понимаешь, что они гении. Потому что они смогли в один мотоцикл запихнуть фактически два. И вроде как для кросс-кантри, потому что у него достаточно агрессивная посадка, у него достаточно резкий наклон руля. Он как будто бы такой, ну точно кросс-кантрийный, может быть не кроссовый, но кросс-кантрийный точно. И в то же время плавность, легкость вот этой ручки газа. Да, кстати, настроение мотоцикла очень сильно меняется, когда ты меняешь количество лошадей прямо на своем телефончике, который находится напротив тебя. То есть ты, например, выставил, не знаю, там, 50 лошадей. Как я говорил ранее, 50 лошадей это очень много. И ручка газа тоже меняет скорость, модуляцию и вот эти все моменты. По опыту эксплуатации этого мотоцикла я считаю, что нужно две карты. Одна там порядка 30 лошадей, а другая порядка 42. И больше не надо. На 30 лошадях ты можешь ехать медленно, с жирными низами и тебе хорошо в харде. Ну а на 42 ты можешь ехать довольно быстрые секции или какие-то скоростные хардовые участки. Рано или поздно они все равно займут место в человеческом вот этой эволюции. А бензиновые мотоциклы отойдут на второй план. Мы все будем ездить на электрических мотоциклах. А вот то же самое, что произошло с лошадьми. Мы раньше все ездили на лошадях, на них пахали, на них ездили на работу, на них забывали какую-то себе там еду и прочее. А потом сейчас лошади у кого? У того, кто... Эксклюзивчик такой. Да, эксклюзивчик такой, кто имеет большие деньги, у них там стоит загон, есть, да, понятно, что есть отдельные такие конюшни большие, для, прям, такие оснащенные, крутые. Там за очень большие деньги хранятся лошади, за ними ухаживают. Ты хочешь сказать, что тебя и ждет именно такая судьба? Мне кажется, что вообще бензиновые двигатели, вот, двигатели внутреннего сгорания ждет именно такая судьба. Вот этот мотоцикл действительно едет на лидирующих позициях, он показывает на себя, он прекрасно едет в отрыв, он отлично набирает скорость, он хорошо рулится, он отлично по подвеске, вообще просто все проглатывает. И самое интересное, самое важное, что меня больше всего интересовало и всех, мне кажется, интересует, как же ехать без сцепления, то есть вот там я специально подвис, встал и с места в подъем тронулся, ну, как без сцепления, просто отпускаешь газ и потихонечку его даешь, буквально там 3-5%, потом чуть больше, и ты в натяг едет, он колесо не проскальзывает, не пробуксывает, не срывается, мощности хватает, он вытягивает вот в такой вот весный подъем, ну, все прекрасно. Мне кажется, что вообще бензиновые двигатели, вот двигатели внутреннего сгорания ждет именно такая судьба, то есть будут какие-то такие отдельные категории людей, где они будут приезжать туда и будут на них ездить, ну, то же самое, кстати, с ретро-автомобилями, они же выезжают на автомобилях с 72-го года или там 65-го года, собираются кучки небольшой и едут в мотопробег, и вот примерно то же самое, остальные будут все ездить на электрических мотоциклах, я так думаю. В общем-то, 100 лет назад, когда, да, появились только бензиновые мотоциклы, они соревновались с лошадьми, было первое соревнование, то выиграет, кстати, лошадь тогда выиграла, мотоцикл проиграл, но это продлилось недолго, буквально там через год уже все, лошадь больше никогда не выиграла. Вот сейчас то же самое, сейчас бензиновый мотоцикл соревнуют с электрическим, сейчас все такие, сейчас все только об этом и говорят, ну типа, ну как он проедет, интересно вообще, он вообще способен соревноваться с этим бензиновым мотоциклом? И вот он доказывает свою состоятельность потихонечку. Сразу хочу отметить, что с мотоциклом нужно пожить, просто схватить мотоцикл, дай прокатиться и его понять не получится. Объясню почему. Подвеска, геометрия, эргономика. Мотик высокий и довольно жесткий, диванности КТМ ждать не стоит. Понятно, что настроить можно все, что угодно и как угодно, но изначально характер у него кросс-контрине. При покупке мотоцикла нужно попасть в свой вес. Когда заказываешь мотик, ты изначально выбираешь свой вес. Я сейчас вешу в районе 100 килограмм, а мотоцикл у меня для райдера 85 килограмм. И те птенчики, которые садились порой на мой мотоцикл, чтобы просто попробовать, конечно охреневали от жесткости моей подвески. И мне было их даже немножко жалко, потому что каяба, которую установлены на этом мотоцикле, она просто сказочная и божественная. Объясню почему. Короче, что сделал Старк? Они договорились с японцами и поставили новую третью каябу уровню в IP PRO. А потом договорились с американскими велосипедными чуваками, и те добавили в нее столько возможностей и настроек, что если я начну сейчас их перечислять, у вас терпения не хватит. Буквально тремя-четырьмя щелчками вы можете эту подвеску менять с кроссовой на реально хард эндуро. С первых секунд на мотоцикле ты начинаешь ему доверять. Конечно, это благодаря подвеске. Что бы ты на нем ни натворил, что бы ты ни наделал, подвеска тебя всегда на нем спасет. Именно шасси дает тебе такую уверенность. Машины начинают работать стабильнее, а ты можешь позволить себе намного больше, чем на обычной подвеске. Но не стоит забывать, что это кросс-контрейный мотик. И изначально он настроен, чтобы дубасить. И, кстати, помните, чем дороже ваша подвеска, тем больше мелочи имеют значение. Вот, кстати, многие, кто видит этот мотоцикл и видит вот этот вот огромный телефон, который прям в качестве экрана, говорят, «Блин, мы все ждем. Когда он у тебя сломается?» Ну, на первый взгляд, и правда так кажется. Но когда начинаешь им владеть и пользоваться, понимаешь, что эти парни думали о каждой детали много и долго. И о телефоне, и о софте, и о креплении. Я, когда купил мотик, сразу хотел все переделать в нем. Но как только начал пользоваться и жить на этом мотоцикле, понял, что вообще ничего делать на нем не хочу и изменять точно. Не, ну правда, я сначала думал, надо защиту поменять. Потом понял, что не надо. Потом думал, надо защиту батареи какую-то сделать. Потом понял, что это все тоже, как бы, так все прекрасно работает. К мотику руки прикладывать некуда, если к вам мотоцикл пришел не в таком виде, как у меня. Все эти истории, когда мне разбирали мотоцикл сто раз на границе, а потом собирали этот мотоцикл, а потом просто плюнули и привезли его в мешках, привели к тому, что смазка, собственно, которая в этом мотоцикле изначально с завода в разъемах, она куда-то там вся подевалась. И мотик начал, как бы вы там не ржали, коротить. Ну, не коротить, конечно, как вы там, типа, а на самом деле он просто начал глючить. И парни, которые находятся там, в Швеции, выслали мне с помощью, благодаря Артему Кунцевичу, кучу запчастей по гарантии. Сказали, эээ, Васильич, так дело не пойдет, вот тебе запчасти, мы тебе их меняем по гарантии. Вот тебе новая ручка газа, вот тебе новые кнопочки, вот тебе подножки, которые ты сломал. Пожалуйста, больше ничего не ломай, только езди и улыбайся. Плюс дополнительно я купил к нему запчасти в качестве пластика, слайдера, ловушки цепи. Короче, все это привез мне Артем Кунцевич. Кстати, если ты хочешь такой же мотоцикл и готов к покупке, то, пожалуйста, можешь обратиться тоже к Артему Кунцевичу. Он привозит и запчасти, и эти мотоциклы буквально там 2-3 недели, и у тебя уже все. Включай в розетку и поехали. Геометрия. Геометрия. Мне кажется, мотоцикл больше, конечно, для кросс-кантри. На нем приятно наваливать, он прекрасно управляется на скорости, ну или, конечно, прекрасно и отлично поворачивает. Он даже как-то тянет тебя на кросс-кантри, что ли. Хард тоже может, но в меньшей степени это его среда. Он ползает, лазает. Ну, например, на ширке мне переставки делают бы его проще. Может, конечно, из-за высоты мотика. Зато медленные, длинные, затяжные подъемы ехать на этом мотоцикле куда проще, чем на бензиновом моторе. Сцепления нет, ерза на нем вперед-назад. Докрути ручку, больше делать ничего не надо. Ну и, конечно, агрессивные посадки, повороты, силы мысли тебе приносят удовольствие. Ты сам того не ощущаешь, как потихоньку оказываешься на кросс-кантрийных треках. Кстати, благодаря интеллектуальной ручке крутить заднее колесо можно буквально по сантиметру. Или, как говорится, по шашечке. Почему я об этом говорю еще раз? Потому что другие электрички такого делать не могут. Насколько реально хватает пробега? Хватит ли его на 100% эндуро? И как быстро он заряжается? Давайте про это. Формула Х это настоящий изобилие вот этого всего мотоциклетного, экипировочного и все, что мы с вами любим. Конечно же, огромный торговый центр. Наверное, один из самых больших в Европе, принадлежащий исключительно только мотикам. И китайские, и европейские, и американские, и дорожные, и внедорожные, и триальные. Все есть здесь. Есть огромное количество экипировки. Представлены абсолютно все мировые бренды. Три этажа наполнены огромным ассортиментом мотоциклов, экипировки, запчастей, расходных материалов. Формула Х, друзья мои, мекка, настоящая мекка российского эндуро. Если не были, обязательно побывайте. Если думаете, куда приехать, чтобы в одном месте сразу все купить, конечно же, Формула Х. Я ни разу не видел аккумулятор в нуле. В самой минимальной цифре, которую я увидел, это 10% остаток. Аккумулятор не любят, когда холодно, когда быстро, типа больше 50 км в час. В Харде он почти вообще ничего не жрет. Вот, надо понимать. А вот на перегонах он кушает довольно сильно. Отвечаю. Я проехал на нем порядка 150-160 км, но в целом есть понимание, что гонка 80-90 км он проедет. Про гонку 100% сказать вам точно не могу. Будем пробовать. Но в прошлом году трек у них был порядка 75 км. Вообще, из 15 гонок, которые я проехал в прошлом году, самый длинный трек был в районе 82 км. Чисто теоретически должно хватить. Но я купил себе генератор. Потому что буквально за 40 минут этот мотоцикл заливает в себя порядка 60%. Чего должно хватить вам на пидстопе. Короче, мы предположили так, что 4,5 кВт инверторный генератор за 25 минут пидстопа зальет в этот мотоцикл на 10 амперах. Жестко, да, цифры? Но уже разбираюсь, чувствую. Что сломалось в мотоцикле? Ничего нового не произошло. Как глючила кнопка с левой стороны переключения карты, включения мотоцикла, так, собственно, она и глючит. Вот мы ее промазали, прочистили и вот это все сделали. И она, глюч, перестает временно. На какое-то время, пока опять мы там не погрузимся в какую-то жижу-мажижу. Но, по сути, я уже знаю, как с этим бороться. Потому что мне, во-первых, и новая кнопка пришла по гарантии. И теперь вообще проблем не должно быть. Ну и, собственно, там алгоритм для меня уже понятен. Первое ощущение от мотоцикла. Вот очень много сейчас пацанов, которые сидят, смотрят и говорят. Васильич, ну а как же вот рок-н-ролл? Как же вот этот ДВС? Как же вот этот вот рев мотора? Скажу вам так, пацаны. Вот этот мотоцик дает безумное чувство вот этого рок-н-ролла. Фана. Знаете, он ни хрена не какой-то импотентный. Вот если как-то электрические мотоциклы, когда ты на них смотришь, они такие бе! А еще, когда ты на них едешь, они еще больше бе! То этот прям с яйцами. Он прям хорош. Вот все, кто на нем прокатился, все говорили. Блин, это самый фановый мотоцикл, на котором я ездил. Это просто охренеть. Короче, мотик действительно получился. Положа руку на сердце, я вообще очень доволен. Думал, честно, будет гораздо хуже, чем есть на самом деле. И даже вот эти вот истории с гарантией, ну, по факту, откровенно говоря, ну, это потому, что тот человек, который вез этот мотоцикл, привез его криво. И вот эти вот, так сказать, разъемчики все были там не промазаны. У меня опыта не было. Короче, на самом деле, сейчас бы я, конечно, таких ошибок не допустил бы. И при сборке мотоцикла бы все бы в внимательной, нужной смазочке, конечно, прошелся бы. Как бы там ни было, я от мотоцикла получаю огромнейшее удовольствие. И в 2024 году буду ездить на нем целый сезон. Ну, а теперь главный вопрос. Стоит ли Star Wars денег, которые за него просят? А что вы понимали, просят в России за него, ну, порядка там миллион семьсот, миллион восемьсот. И это овер до хрена. Я считаю, что нет, пацаны, не стоит. Ну, давайте так. Вот, например, Ислам, наш близкий друг, продает сейчас Кускварна, КТМ, там, что-то такое, за десять, там, пятьсот тысяч евро. Ну, типа миллион пятьдесят. Да? За миллион пятьдесят ты покупаешь топовый бензиновый мотор. Чтобы ездить на Star Wars, вам нужно добавить еще семьсот. То есть почти стоимость еще такого же мотоцикла. На мой взгляд, дороговато. Да, эмоции, конечно, впечатляют, и на нем действительно ехать-то попроще, по-честно говоря. Но, если вы все-таки рассматриваете мотоцикл для Hard Enduro, вот так вот, положа руку на сердце, то, мне кажется, КТМ-то пободрее. Именно для Harder вот это вот полазить, вот это поползать, потому что, и ты сейчас скажешь, потому что сцепление. Нет. Потому что Star Wars это все-таки больше кросс-контрейный мотик. Он смотрит в ту сторону. И он тянет тебя в ту сторону. И я уверен, что он будет меня тянуть именно туда. Да, конечно, он может ехать Hard. Но не так ловко, мне кажется, пока что. Я, по крайней мере, не вижу. Как, например, КТМ. Посмотрим, поживем, погоняем, покайфуем. И я, конечно, не жалею. Но, если ты вдруг, мой дорогой товарищ, подумываешь о покупке Star Wars, и для тебя цифра там типа миллион семьсот пятьдесят, миллион восемьсот не так страшна, то в этом мотоцикле фантастические есть возможности, потому что ехать на нем проще. Нет у тебя никаких передачей, нету никакого сцепления. Это охренеть, как удобно, комфортно и приятно. Ты никогда не ошибешься с выбором передачи перед горкой. Ты никогда не поймаешь нейтралку. Ну, а главное, толкать этот мотик. Вообще одно удовольствие. Ничего же заводить не надо, ничего там дергать не надо. Просто ты с ним можешь идти и улыбаться, а еще песню петь, и тебя слышно, собственно, будет. Мотоцикл? Я доволен этим мотиком, честно. Если рассчитываешь на то, что готов потратить миллион семьсот пятьдесят, и тебя не будет мучить совесть, бери, даже не сомневайся, будешь вот так вот, вот с таким удовольствием просто кайфовать, вот с такой улыбкой будешь ездить. Если ждешь спортивную карьеру и идешь к медалям, к тумбам и прям к какому-то прям взлету, ну, все-таки, наверное, надо смотреть в сторону КТМ. Вот пока такие ощущения за 20 мод часов. Спасибо вам, парни. Вот рассказал все, что знал. Обнимаю вас крепенько. И увидимся на гонках. Вы были на канале Севендуро. Всем спасибо.